Красноярский край, Чувашия, Оренбургская, Курская, Московская и Калужская области. Это география регионов, где зафиксированы случаи отравления метиловым спиртом из-за употребления суррогатного алкоголя. Со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Владимира Маркина, федеральные СМИ информируют о десятках скончавшихся и пострадавших. Орловской области в черном списке регионов нет, однако ситуация с поддельным алкоголем далека от благополучной. На территории области проводились оперативно-профилактические мероприятия алкоголя. В ходе которого зарегистрировано 11 преступлений, выявлено 168 административных правонарушений. Привечено к административной ответственности 73 лица. Из незаконного оборота изъято свыше 86 тысяч бутылок алкогольной продукции. Вадим Потомский еще в сентябре во время проведения заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции отметил, что для прекращения производства суррогатной алкогольной продукции рассматривать производителей и распространителей нужно как организованную преступную группировку. Мера наказания должна быть соответствующей. Почему нет статьи 210 ОПГ? Это же ОПГ, организованной преступной группировки. Вот я убежден, что это конкретные преступники, заранее договорившиеся, поставившие этот бизнес на рельсы, и абсолютно точно знают, что все эти статьи, которые вы назвали, они как правило называют экономический толк. В результате из тех дел, которые попали в суд из 23-9, скажите, кто какой срок получил, кто из них получил 10 лет за то, что отравил людей и кто-то умер. Один из примеров таких организованных преступных действий был озвучен на этом совещании в начале года в Мало-Архангельске. В одном из бывших цехов машзавода сотрудники МВД совместно с УФСБ России ликвидировали подпольный цех. Из незаконного оборота изъято 75 тысяч единиц алкоголя. Только один факт. Ущерб, причиненный государству, составил почти 2,5 миллиона рублей. Изъято было более 350 тысяч поддельных акцизных марок, этикеток, бутылок и крупная партия алкоголя. Они работали даже порядка, если, значит, со слов главы, почти что год уже работали по этому направлению. Это достаточно уже долго, то есть это не 3 месяца, не 2 месяца, а это уже получается... То есть наладили реальное производство. То есть установили соответствующую линию, то есть это все, так скажем, промышленный масштаб, можно сказать. С любой точки зрения это надо пресекать самым каленым железом. Надо дополнить и обращением главы муниципальных образований, о создании, и, может быть, на областном уровне это надо обсудить, да, межведомственную комиссию, которая бы осуществляла, потому что у нас есть управление торговлей, у нас есть лицензирующий орган, который, по идее, должен, дает лицензию на право продажи алкоголя, да, и тоже должен участвовать в оценке исполнения лицензионных требований. Здесь мы их тоже не привлекаем к этой работе, хотя чем больше у нас будет органов, которые в состоянии и по закону имеют право надзирать за этой деятельностью, тем быстрее мы справимся. Запуск собственного официального завода, имеющего лицензию, может потеснить с рынка контрафактную продукцию. Напомним, работу возобновил завод «Орловский кристалл». 27 ноября это предприятие посетил губернатор Вадим Потомский. В начале минувшего месяца глава области обращался за помощью в решении проблем предприятия к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и получил от него поддержку. Очень серьезные налоговые поступления в областной бюджет, почему я и был у председателя правительства, очень просил его помочь нам, чтобы этот завод в конце концов начал работать. И все, завод начал работать. Поэтому теперь стоит вопрос, это задача руководства предприятия, чтобы они были конкурентны, чтобы они были востребованы на рынке. Свыше 30% от общего объема забракованной продукции – швейные товары. На втором месте – парфюмерно-косметические, на третьем месте – аудиовизуальная продукция. На импортные непродовольственные товары приходится более 60% от общего объема забракованной продукции. А это уже статистика Роспотребнадзора. Были озвучены и итоги побед над контрафактом. По результатам рассмотрения материалов управления, постановлениями судов, индивидуальные предприниматели в 100% случаев признаны виновными в совершении административного правонарушения. Представители всех служб и ведомств, а также областные власти солидарны. Контрмеры надо усиливать, ведь речь идет о двойной угрозе для здоровья людей и экономики региона. Наталья Пехтерева, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». Представляем требования.